В понедельник Иваново посетил высокий гость. С рабочим визитом в город Невест приехал глава государства Владимир Путин. К его встрече с губернатором нашего региона подготовили специальную экспозицию. Павел Коньков презентовал Владимиру Путину основные достижения области. Проект «Электронная школа» и «Электронный муниципалитет» рассказал об индустриальном парке «Родники». Владимир Путин уже во время заседания Совета по развитию местного самоуправления отметил, в регионе проделана хорошая работа. Главная тема, которую обсудили в присутствии президента – закон о развитии местного самоуправления. Действующая система в ближайшее время будет реформирована. Соответствующий закон уже одобрен Госдумой, Советом Федерации и подписан первым лицом. Самое главное опасение регионов, что придется отказаться от выборов, не подтвердилось. Сохранены все те институты, записанные в Конституции Российской Федерации и в 131-м законе, связанные с формированием органов местного самоуправления. Их структуры. То есть они как были самостоятельны, так и будут самостоятельны. Как предпочтение выборам отдавалось, так и отдается. Выборы есть и будут. Вот эта фраза, она была главной в нашей работе, и мы от нее никогда не отходили. Новый закон расширит полномочия регионов. Каждый субъект Российской Федерации уникален, и потребности у всех территорий разные. Но, как подчеркнул президент, передача полномочий муниципалитетам должна быть подкреплена соответствующим финансированием. Закон о передаче полномочий должен вступать в силу только с начала очередного финансового года. Таким образом, исключается ситуация, когда в течение одного года объем бюджета остается прежним, а ответственность муниципалитета возрастает. Отмечу, окончательно сбалансировать доходы и полномочия местной власти необходимо в рамках единой бюджетной налоговой политики. И ее основные положения на предстоящие годы сейчас дорабатываются. Теперь, когда на федеральном уровне закон подписан, регионы тоже должны определить оптимальную модель организации местного самоуправления и принять соответствующие нормативные акты. Главная цель реформирования системы управления на местах заключается в том, чтобы власть стала ближе к жителям и их проблемам. По мнению Павла Конькова в Ивановской области, если и будут перемены, то несущественные. На мой взгляд, сегодня политическая система по муниципалитетам функционирует вполне нормально. Поэтому, если сбудутся мои предположения, то не думаю, что мы будем что-то принципиально менять и предлагать с точки зрения политического управления. Мы, конечно, еще обсудим с общественностью возможность деления города на районы, потому что по этому поводу единого мнения нет. Мое мнение сегодня, что любая ломка реорганизации, она в себе определенный заряд отрицательный несет, а несет ли положительный, вопрос серьезный. Вопросов и предложений к руководству страны у главы Ивановского региона накопилось немало. Обо всем в рамках короткого визита поговорить не удалось. Так, например, Иваново остро нуждается в объездной магистрали. Требуются инвестиции на реконструкцию железной дороги по направлению Иваново-Москва. Есть и предложения для дальнейшего развития текстиля в нашем крае. Все эти вопросы Павел Коньков обещал обсудить с президентом страны в следующий раз. Любовь Почерникова, Андрей Семьволков, РТВ Иваново.